Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги Тавита для библейского портала Экзегет. Читаю ее в синодальном переводе. Нет более нового хорошего перевода. И вот как-то вынужден оправдываться, зачем я читаю книгу Тавита. Она есть в Библии. В православных изданиях Библии она есть. Но маленькая такая неказистая, говорит о чем-то малопонятном, хотя очень увлекательное, яркое. Но вот что-то там неясное. Мы пытались разобраться на материале первой главы. Я пришел к выводу, что книга Тавита показывает, есть возможность жить благочестиво не только в изгнании. Об этом книг Даниила и многие другие тексты в Библии. Но будучи среди раскольников, еретиков, среди вот этих самых северных колен, которые отказались от Иерусалима, которые, в общем, отделились от царства и в поле в язычество, можно все равно оставаться и в этой самой раскольничьей языческой, полуязыческой стране, и в абсолютно языческом изгнании. И возникает вопрос, где, собственно говоря, вот его поле деятельности, нашего героя Тавита. «Когда я возвратился в дом свой, а Сирийская империя после падения Самарии, Северного царства, да, он в изгнании, в Неневе, и отданы были мне Анна, жена моя, и Тови, сын мой, в праздник Пятидесятницы». Он до этого был там в изгнании, теперь его амнистировали, помиловали, он возвращается, все получает назад. «В святую седмицу седмиц. Приготовлен у меня был хороший обед, и я возлег есть». Слушайте, как-то неловко говорить, вот был большой праздник, ну, я пошел хорошо покушал, да, мы скажем там, я молился, я там радовался, но дело в том, что вот здесь эта трапеза и становится богослужением. Храма нет, да, для него храма нет, он в Неневе, ему некуда идти. Вокруг него единомышленников нет, да, они так или иначе уклонились в язычество. Он один человек среди враждебного или никакого по отношению к Богу окружения, ему надо как-то вот в чем-то себя проявить. Его семейная жизнь, вот его трапеза на праздник, да, его воссоединение с женой и сыном, это и есть его жизнь перед Богом, семейная жизнь и жизнь перед Богом. Вообще-то главный урок книги Тавита. Но это не значит, что мы замыкаемся в узком кругу, и вот у нас тут все хорошо, там трава не растет вокруг. Увидев много сниди, я сказал сыну моему, пойди и приведи, кого найдешь, бедного из братьев наших, который помнит Господа, я подожду тебя. Абсолютно евангельская, кстати, притча. Приведи, кого найдешь, бедного, который помнит Господа, потому что другие не помнят, другие Пятидесятницу не празднуют, тот самый день, который на Пятидесятые сутки после Пасхи. И пришел он и сказал, отец мой, один из племеней нашего удавленный брошен на площади. Ничего себе, мы думали, он приведет, наверное, толпу людей, а никого нету, только один мертвец, к тому же погибший насильственной смерти. Тогда я прежде, нежели стал есть, поспешно выйдя, убрал его в одно жилище до захождения солнца. Но это иудейский принцип, чтобы заход не встретил человека непогребенным. Кстати, если он прикасался к мертвому телу, он ритуально нечистый, он не может участвовать в праздничной трапезе. Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в скорби. То есть, вот фактически праздничная трапеза отменилась, и он знал, что ему придется ее отменить. Но он исполнил долг по отношению к страннику. То есть, семейная жизнь, как вот некоторая, ну, не замена храму, что может заменить храм, но как некая средоточие духовной, религиозной, ритуальной жизни в отсутствии храма не предполагает замкнутости, не предполагает, что вот мы тут закрыли ставни окна, наоборот, это активный выход в мир. Вот есть база, где ты собираешься, это твой дом, твоя семья, есть мир, в котором ты действуешь. И иногда мир заставляет отменять домашние дела. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал, «Праздники ваши обратятся в скорбь, и все выселение ваше в плачь». И я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и, выкопав могилу, похоронил его. Ну, то есть, по крайней мере, не в праздник совершил это действие. Соседи насмехались надо мной и говорили, еще не боится он быть убитым за это дело. Бегал уже и вот опять погребает мертвых. То есть, он и признательности никакой не видит. К нему и относится как к какому-то чудаку в лучшем случае. Но он продолжает быть вот тем, кто он есть. «В эту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, прикосновение к мертвому телу делал человека нечистым, я лег спать за стеной двора, и лицо мое было не покрыто. И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи спустили теплые на глаза мои и сделались на глазах моих бельмой. Ходила к врачам, но они не помогли мне. Ахиохард заставлял мне пропитание, доколе не отправился в Елемаиду». Мы видим еще такое вот печальное явление, ну, тоже немножко сказочный рассказ, то есть от воробьиного пометы сделали с бельма на глазах. Казалось бы, как это могло быть, но что-то вот с ним случилось, да, он ослеп. И хочется сказать, ну, ведь это же несправедливо, он единственный там праведник среди них всех, и его постигает болезнь. Неужели может быть так? Ну, вот книга Ио о том, как это бывает, но Тавид здесь не Ио совсем, он просто живет, как живет, да, то есть вот оказывается, можно быть и среди язычников, и среди тех, кто откололся от подлинной веры и испытывать возможные страдания за свое благочестие, и гонение от власти, и такую внезапную и очень страшную болезнь у наслеп, и все это, и все это вот не мешает ему быть верным Богу, просто его верность проявляется по-разному. Потом жена моя Анна в женских отделениях привела шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату, и однажды в придачу дали козленка, то есть ему уже зарабатывать, как слепому, не получится, а его жена работает, придет, но это, видимо, какие-то копейки, пожалели, дали козленка. Когда принесли его ко мне, он начал блеять, я спросил жена, откуда этот козленок, не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит, и бы непозволительно есть краденое. Она отвечала, это подарили мне сверхплаты, но я не верил ей, настаивал, чтобы отдала его, кому он принадлежит, и разгневался на нее. Она в ответ сказала мне, где же милостыне твои праведные дела. Вот как все они обнаружились на тебе. И вот некоторый раздор внутри опять-таки очень похож на книгу Иова, где жена тоже упрекает Иова, но здесь даже она не говорит ему, как у Иова, похули Бога и умри, то есть соверши самоубийство, восстань против Бога. Она так намекает, ты так молился много, ты так много другим помогал, и что, как Господь тебя отплатил, в чем был смысл. Тавиту действительно это трудно понять. И об этом, конечно, будет третья глава, но смотрите, вот мне кажется, что эта книга, она не столько полезна своими такими уроками благочестия, то есть не просто вводит нас в историю о хороших или нехороших людях, сколько показывает вот трагическую историю. Вот смотрите, у человека вся жизнь не задалась, родился не в том месте, не в то время, попал вот в изгнание, в плен, вроде и приподнялся, как-то вот смог найти себя там, но опять все плохо, да, и даже с женой у него нет какого-то полного взаимопонимания. Что же с этим делать? Ну вот, его ответ будет в третьей главе. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,